Марка Jeep откликнулась на призыв фанатов Wrangler'а поставить V-образную восьмерку. До этого такая честь перепадала рамному внедорожнику 29 лет назад. Впрочем, радоваться, что могучий V8 вскоре появится под капотом легенды, пока рано. Ведь сейчас Jeep презентовал только концепт. То есть компания намекнула публике, да, мы такое можем, но выпустим ли, зависит уже от вас. Чтобы разместить агрегат рабочим объемом 392 кубических дюйма, или если хотите 6,4 литра, инженерам пришлось перекроить раму. В трансмиссии трудятся восьмидиапазонный автомат и двухскоростная раздатка, а в передней и задней мосты встроены электрические блокировки. На 17-дюймовые колеса надеты покрышки внешним диаметром 37 дюймов. При этом двигатель без особого труда проворачивает огромные катки. До 60 миль в час шоукар выстреливает менее чем за 5 секунд. Разумеется, ради выставочного лоска машине досталась щедрая порция разнообразных доработок. Главный из них, пожалуй, двухрежимный выпуск. Нажав на кнопку, водитель заставит движок звучать как ему положено, то есть громко и напористо. Для российских джиперов более актуальной будет другая новость. УАЗ готовит большую модернизацию своего патриота. В этом году модель отмечает 15-летие, что даже для консервативной рамной машины на неразрезных мостах большой срок. Все это время внедорожник принципиально не менялся. Разве что в 2012 году ульяновцы внедрили новый интерьер, в 2013 электронное управление раздаткой, затем слегка подновили внешность, а потом опять перекроили салон. Год назад флагман марки УАЗ вдобавок примерил коробку автомат. А впереди внедорожник ждут независимые подвески, современная рама и обновление гаммы двигателей, куда войдут турбомоторы ЗМЗ. О том, что все это действительно достанется Патриоту, боссы ульяновского автозавода говорят совершенно не стесняясь. Есть шанс, что готовый автомобиль удастся вывести на рынок до конца следующего года. А пока УАЗ запатентовал дизайн бампера, решетки, крыльев и фаб. В свою очередь издание Дром не поленилось совместить патентные картинки. И теперь мы знаем, как будет выглядеть глубоко обновленный Патриот. Редактор субтитров А.Семкин